Всем привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск, и посвящен он будет SkyPro. Ну что, напоминаю, что меня зовут Алексей, и я являюсь частью команды TutorTop. TutorTop — это онлайн-агрегатор, мне кажется, это самая популярная сейчас штука. Очень много курсов, очень много каких-то разных решений. Не понимаешь, сколько стоит, не понимаешь, какой там факультеты, какие-то курсики отдельные. Я, опять же, рекомендую. Выставляйте все необходимые фильтры. Естественно, смотрите, подбирайте, что вам нравится больше всего. Ссылочка, как всегда, в описании. Ну а мы сегодня смотрим SkyPro веб-разработка. Честно говоря, я максимально там близко связан со SkyPro. Я знаю, с чего строился этот, соответственно, факультет. Я знаю, каких результатов достигает сейчас и какие-то перспективы развития. Но напоминаю, что у меня нет какой-то предрасположенности. То есть не будет такого, что буду нахваливать, или это будет какая-то реклама. Хочется сразу отметить, что я буду как программист смотреть, какие основные хардскиллы. Я буду смотреть, какой там материал у нас получился. Ну и, естественно, третья составляющая. Крутые фишки ждут нас впереди. Ну что, с чего мы начнем? Естественно, это с удобства. То есть самые такие первые впечатления. И это, естественно, лендинг-пейдж. Лендинг-пейдж самый стандартный. То есть здесь я не увидел чего-то сверхъестественного. Вся необходимая информация есть. И это здорово. Хочу ли я, чтобы он как-то стал лучше? Ну, мне кажется, он такой немножечко отстает от трендов. То есть есть какие-то базовые вещи. Но хочется какой-то эффект вау, когда ты просто влюбился в эту профессию прямо на лендинге. Здесь есть самая необходимая информация. С нее мы и начнем. Нас что интересует больше всего? Конечно же, это программа курса. Из чего она состоит и какая у нее длительность? Здесь всего у нас год обучения 12 месяцев. Мне кажется, это самый оптимальный формат. То есть вот эти вот вариации типа на 3 года. Сейчас сяду, буду работать. И потом через 3 года устроиться. Это вообще никому не подходит. Год, мне кажется, это максималочка для нас оптимальна. Первый у нас, естественно, это HTML-CSS. И это достаточно крутой курс. Состоит он всего из 12 уроков. Почему всего? Я сразу же хочу отметить это минус. Я все равно считаю, что на HTML-CSS нужно потратить больше времени. Понятное дело, что если мы готовим веб-разработчиков, то многие скажут, что HTML-CSS не так важен. Но мы же понимаем, что какой-нибудь Flexbox, Grid, адаптивные возможности, анимацию, те же самые там при процессоре, рассказать будет очень сложно. Получается, что здесь такой минусик, который я заметил. Материал максимально качественный. Материал вообще очень нравится. Это мини-видео. Естественно, в Nootion у нас там презентации какие-то. В Nootion у нас есть методические материалы. То есть прям очень круто. В большинстве своем какая-то странная презентация. Преподаватель что-то там ведет. Видео какое-то где-то там что-то квакает. Ты думаешь, блин, почему они так записали? Все супер. То есть здесь я не могу придраться. Это, конечно же, отдельный плюс. Ну что, как итог, классный курс. Опять же, я рекомендую. Есть вся необходимая информация, все актуально. И флексбоксы, и гриды, и анимация найдете для себя самое необходимое. Ну что, следующий курс – это основа JavaScript. Очень классный формат, когда есть такой мини-курс, в котором содержится вся необходимая основная информация. Все рассчитано на новичков. Естественно, вы получаете вот самые такие актуальные знания. Но одновременно с этим не создаете никакие сложные проекты. И получается, что порог минимален. Классно, опять же, рекомендую. Из сложностей, из проблем, конечно же, мы когда-нибудь там не получаем какого-то крутого результата. Всегда есть какое-то разочарование. Ты прошел 6 уроков, тебе хочется, чтобы ты уже создавал какую-то ракету. А здесь, получается, там поиграли в песочницы и все. Поэтому главное – это переходить дальше и, опять же, достигать результата. Следующий курс – это JavaScript браузер. Вообще крутейший курс, но достаточно сложный. То есть здесь я, конечно же, рекомендую, как говорится, подкачаться, размяться, понять, что будет много сложных моментов. Потому что если вы рассчитываете на такой вот простой формат, который был в предыдущем курсе, то здесь будет сложновато. Соответственно, вы создаете интерфейсную составляющую. И из таких прикольных особенностей спикера я знаю очень давно. То есть, как я говорил, у меня там 7 лет опыта в преподавательской деятельности. А он в итоге уже работает даже больше, чем я. Получается, что человек действительно очень давно плавает в этой сфере и достигает, как говорится, крутых результатов, ставит перед собой суперкрутые задачи, все нацеленное на интерфейсную часть. Поэтому из плюсов, конечно же, крутой спикер. Естественно, крутой, суперактуальный материал. То есть записывался меньше, чем полгода назад. Это, опять же, суперкрутой плюс для нас. Ну а из минусов – это сложность. То есть, конечно же, нужно быть готовым к тому, что придется порадать где-то там в подушку, просто понять, что это не мое. Ну, может быть, там случайно разбить ноутбук об стену. Ну, такое бывает. Естественно, главное двигаться дальше. Ну что, инструмент разработчика. И это четвертая часть данного факультета. И здесь все немножко интереснее становится. Вы начинаете изучать инструменты разработки, поэтому он так и называется. Что к ним относится? Это, естественно, работа с гид, это, естественно, вебпак. Ну, опять же, для новичков подсказываю, что большинство проектов создается энным количеством разработчиков. Им нужно работать вместе. Им помогает в этом гид. Естественно, становится очень много файлов. Здесь нам, опять же, помогает тот же самый сборщик проектов. Здесь используется вебпак. Ну и снова же спикер мой хороший знакомый. Я с ним даже работал в команде. Получается, что, опять же, мне очень нравится, как Миша рассказывает тот или иной материал. Тем более, он такой максималист. Знаете, бывают спикеры, которые пришли, думают, ну, я сейчас что-то запишу. Ну, вроде хорошо, вроде бы плохо. Нет, Миша такой вот готов садиться и записывать, записывать прям до утра. Потому что, если там что-то где-то он оговорился, он перезапишем, перезапишем, перезапишем. Давай по новой, Миша, все. Ну и в итоге крутейший материал получился. Из плюсов, опять же, мне нравится, что все технологии разбираются. Из минусов, там есть TypeScript. Буквально там чуть-чуть информации. Я бы уделил этому, конечно, больше времени. Ну что, бежим дальше. И, конечно же, фреймворк React. Мне нравится, что используется именно фреймворк React. Это, опять же, самая популярная сейчас часть именно для трудоустройства. Снова же записывал Миша. Мне прям нравится этот вот формат, когда спикеров проводят там несколько курсов. Снова же, самая актуальная информация, потому что записан вот-вот прям, не знаю, с пылу с жару. Если сейчас запишетесь, получится, опять же, актуалочку. Ну и из минусов, конечно, он очень объемный. По-моему, самый большой из всех курсов. Там что-то 18 уроков или 19. Что мне нравится, что они разбиты на какие-то отдельные мини-видео. И в итоге воспринимается информация нормальной, если ты потребляешь ее частями. И не так просто бахнул там несколько уроков. И думаешь, о-о-о, как же много, как же сложно. Основные недостатки, которые я вижу у данного курса, это, понятное дело, его порог вхождения. То есть, как ни крути, фреймворки, во-первых, обновляются. Во-вторых, ты, ну, как-то перестраиваешься. Знаете, это похоже, когда ты ездишь на велосипеде. То есть, нет такого человека, который просто хоп, сел, ху-ху-ху-ху, раз, поехал, там, все легко. Нет, чаще всего ты разбил коленку, у тебя просто, не знаю, еще кровь на коленке. Ты такой, нет, я еще раз поеду. Вот то же самое ProReact. Ты садишься на тот же самый велосипед, тебе сложно. Но потом ты думаешь, блин, как я раньше, не знаю, ходил пешком, теперь на велике, даже там по метро езжу. Ну что, какой факультет веб-разработки без бэк-эн-части? Бэк-эн-часть есть, она написана на Node.js, и опять же, это круто. То есть, мне не нравится, когда идет сочетание с Пайтоном, потому что тебе нужно куда-то нырнуть в этот Пайтон, понять, как там, что устроено, как это все соединяется. Но и не сказать, что это плохо, то есть у тебя большие перспективы развития, но, не знаю, в год обучения здесь не поместится. Естественно, если мы говорим про Node.js, то тот же самый JavaScript, только на бэк-эн-часть. Из плюсов это то, что тебе не хватало. Ты, естественно, понимаешь, как устроена вся веб-разработка, ты понимаешь, как создается видимая часть сайта, ты понимаешь, как устроен бэк-энд, опять же, ты отправляешь какие-то простые данные, и все работает. Ну что, если говорить про минусы, это супер-миниатюрный курс. То есть, я не знаю, для чего добавляются там подобного рода решения. Да, можно рассказать какие-то моменты, можно рассказать какие-то базовые составляющие, но, конечно, хочется больше. Помним, что у нас общий формат 12 месяцев, поэтому, если мы хотим выпрыгнуть, там, не знаю, за полтора года, то без проблем можно и там в HTML докинуть, можно и в бэк-энд докинуть, но 4 урока, мне кажется, маловато. Ну что, финальные 2 курса посвящены командной разработке. Очень крутая часть. То есть, здесь, понятное дело, рекомендую. Это то, что не посмотришь на YouTube, все эти комментарии в духе, а зачем я записался на обучение, если я могу их там найти на YouTube и на торрентах, это не работает. То есть, командная разработка, это несколько человек создают тот или иной там проект. Опять же, это очень здорово там подружиться с командой, понять, что происходит какое-то распределение, понять, что такое таск-менеджер, понять, как там собирается в конечном итоге крутейший проект, и ты являешься частью команды. Но, в любом случае, если ты создаешь какую-то, не знаю, одну пятую проекта, тебе потом не похвастаться перед работодателем, сказать, что, ну вот эта вот кнопочка у нее там какая-то составляющая, я ее сделал, он вряд ли скажет, молодец, да, давай к нам в команду. Нет, скорее всего, он скажет, ну понятно, молодец, давай мы тебе перезвоним, но это не точно. Получается, что тебе нужно создать проект одному, и здесь есть такая составляющая, это финальный курс. Финальный курс посвящен тому, что ты один создаешь крутой проект, опять же, общаешься там с наставниками, общаешься в чате, понимаешь, как все устроено, ну и в итоге чувствуешь силу богатырскую, можешь создавать крутые, мощные проекты. Ну и опять же, это очень важно для веб-разработчиков. Ну что, теперь давайте поговорим про фишки курса. Что мне очень понравилось, это вот видео, которое разбито на несколько мини-видео, ты смотришь в любое удобное время, как я и говорил, там классный формат на планшете, то есть ты берешь, устанавливаешь там на планшет какую-то программу, есть мобильное приложение. Ты открываешь веб-версию, вообще супер классно работает. Пришел в спортзал, поставил перед собой на беговой дорожке, там, не знаю, часик, побегать, походить, спокойненько проходит обучение, пришел домой, выполнил домашку, поэтому здесь там вне конкуренции. Тест. Что тебе не хватает для счастья? Что мне не хватает, это, конечно же, таких вот, знаете, лайф-кодинга, когда ты открываешь портал, тебе дают задачку, и ты ее выполняешь там в режиме реального времени. То есть в большинстве своем все завязано на том, что ты открываешь редактор кода, создаешь большую программу, отправляешь ее там на ревью наставникам, они тебе пишут какие-то замечания, может быть, ты дорабатываешь ее, может быть, там, получаешь отличную оценку. Это такой стандартный формат, который есть, не хватает онлайн-тренажера. Ну что, конечно же, хард-составляющая. Самый актуальный там HTML, CSS, понятное дело, что он не супер там сильно обновляется, но все, что вкусненькое есть, добавлено. Естественно, самый актуальный JavaScript, понятное дело, что последняя версия React и создание там самого классного такого объемного проекта, который я видел, но хотя не сказать, что у меня там супер объемный бэкграунд именно по онлайн-обучению, но это один из лучших, соответственно, в моей практике. Следующая часть, конечно же, есть наставники. Наставники классные, практикующие программисты, отвечают, опять же, на сообщения очень быстро, то есть нет такого, что написал сообщение, он тебе там завтра, послезавтра, через неделю, может, что-то ответил. Нет, в течение дня тебе отвечают. Естественно, проверка домашней работы, там развернутый фидбэк, здесь все достаточно строго. То есть мне нравится, что в течение суток ты получишь ответ на вопрос или там какое-то замечание, которое есть в работе, можно будет улучшить. Ну или даже придирки такие минимальные тоже есть. Поэтому практикующие программисты в этом плане вас не отпустят, как говорится, в свободное плавание без тех или иных знаний. Ну что, подводим итоги. Sky Pro заслуживает 4.8. Это шкала на тьютер топ, ну и по моей внутренней шкале это действительно 4.8 заслуженная. Самый главный минус, который я вижу, это мало онлайн-трансляций. То есть очень хочется, чтобы с тобой кто-то за ручечку посидел, что-то тебе рассказал, как-то тебя подбодрил, сказал, что все будет круто, погнали дальше, ну и ты, соответственно, выполняешь задачки. В остальном, мне кажется, не придраться. Классный, актуальный материал, все, как говорится, по технологиям без проблем. Ну и, понятное дело, поддержка со стороны менторов или каких-то наставников присутствует всегда. Ну что, я надеюсь, вам понравился данный выпуск. Естественно, он получился супер насыщенный, супер такая инсайдерская подробная информация. Вы все как обычно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok